Постановка «Хранитель тайн» – своеобразная мистерия с некоторыми отсылками к реальным историческим событиям и основным этапам развития Щелкова. 500 лет назад первое упоминание о Щелкове встречается в документе под названием «Данное на деревню Щелково». Он был опубликован в сборнике «Акты русского государства» за 1505-1526 годы. Этот документ позволил понять, когда же началась история нашего города. А историю, как говорится, пишут люди. Вот и сценарий спектакля «Хранитель тайн» написал местный житель. Актер-сценарист Андрей Трубин. Мне хотелось донести исторический факт какой-то о нашем городе через какую-то историю, через отношения между людьми, через интригу отношений между людьми. Поставила спектакль режиссер театра Светлана Погодина. Она совместно со сценаристом выстроила драматургию спектакля через главную тему – «Тайн истории». Мне казалось, что это какое-то хранилище, где работает пожилой человек. Конечно, это имеет отношение к музею. И вот этот пожилой человек, он даже не включая свет, работает здесь много-много лет, он идет не со свечой, потому что это опасно, а с керосиновой лампой. И вот он ходит с ней, свещая себе. И он один, заметьте, он никого не зовет, говорит, вам нужен помощник. Нет, нет, нет. Хранитель не просто оберегает тайны, но приоткрывает их завесу, приглашая на сцену участников тех или иных событий. Зритель слышит названия знакомых улиц, имена героев, фамилии, фабрикантов, что, несомненно, вызывает интерес к истории родного города. В спектакле затрагивается сразу несколько тем. Одна из самых интересных – появление названия города Щелково. Щелк трактуется как языковой элемент, восходящий к ирзянскому слову «селей». Это дерево, как называется, девочка, «вязь», означает «вязь». А элемент «кобо» или «ума» переводится с ирзянского как «место». Значит, соединение, это вот этих вот слов по-богатому, по-богатому, трактуется «место», где «вязыщел», «кобо». Ну, куда более, чем очевидно. А про крееческую версию вы слышали? Задача спектакля, говорят авторы и постановщики, познакомить зрителей с историей родного края и заставить его пройти через основные вехи становления нашего округа. Очень понравилось. Я однозначно не жалею о том, что посмотрел спектакль. Что узнал? Узнал, что есть другие версии происхождения города, помимо того, что это из-за шелкоткатской фабрики. Запомнилось то, что началось все с двух дворов. Это невероятно, что именно оттуда начинается история Щелково. Много подробностей, о которых я совершенно не знала. Очень интересно, много трогательных моментов. И очень чувствуется, как люди действительно бережно и нежно относятся к всему городу.